Приветствую вас и, вы знаете, мой ответ будет состоять из нескольких частей. Первая часть этого ответа будет касаться вашего вопроса. А вторая часть, она пройдется по общим моим впечатлениям от ваших вопросов. Я отвечал не на один из них. И это будут просто определенные рекомендации вам по выстраиванию дальнейших своих действий. Надеюсь, они вам помогут, но если по какой-то причине вас это не интересует, вы считаете, что эксперт будет отвечать только на вопрос, который задает клиент, то вы можете не слушать, я вам специально скажу, когда начну об этом говорить. Специально предупрежу вас, и вы сможете при желании выключить аудио и не слушать дальше. Итак, что касается вашего вопроса. Значит, как избавиться от чувства излишней ответственности перед жизнью и снова опусти азарт? Вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне бы хотелось сказать вам так. Как вы, наверное, знаете, ребенок изначально не обладает каким-либо чувством ответственности вообще. Это эго-земприз, который думает только о себе и воспринимает мир в контексте своего восприятия окружающего. И ребенку постепенно дают понять, что его поступки, они приводят к определенным последствиям. Именно понимание того, что за свои действия, за свои решения, за свой выбор, человек получит какой-то результат, будет получать какие-то последствия, будет переживать эти последствия. И начинается чертво ответственности. И по ходу жизни, по ходу дальнейшего развития жизни, ответственность, она постепенно-постепенно повышается. То есть, ребенок вначале не отвечает за себя вообще. Потом он начинает отвечать за какие-то части своей жизни. Потом начинает отвечать полностью, это уже не ребенок, а просто человек. Так, условно, такая ответственность наступает в 18 лет, ну ага, в общем-то, психологическая требовательность наступает, может быть, раньше, может быть, позже, нас это не волнует. То есть, человек понимает, что он находится в полной ответственности перед самим собой и несет такую же ответственность за окружающихся его людей. И, как раньше у ребенка не было этой ответственности вообще, так у взрослого может возникать гиперответственность. Когда человек считает, что он ответственен за то, в чем он, в принципе, нести ответственность не может. Дело в том, что когда происходит такая ситуация, и человек действительно ощущает эту ответственность, он ощущает ответственность за то, за что он ее нести не может, то, таким образом, человек перестает нести ответственность за себя, а несет за, как раз-таки, первичный объект. И, чтобы избежать излишней ответственности, нужно сделать одновременно простую и в то же время не такую уж и легкую вещь. Ну, и надо подумать, что зависит от нас непосредственно, на что мы можем непосредственно повлиять. Спросили себя так, сказали себе, что вы можете сделать, и после этого, наверное, ужаснулись от того количества вещей, на которые вы можете непосредственно повлиять. А теперь спросили себя, вот о чем. А на что я могу повлиять без существенного вреда для себя? Вот есть я, мои личные границы, мои потребности, мои желания. Есть мой комфорт, есть мой уют, есть мое хорошее смачивание, есть мое здоровье. Так вот, на что я могу повлиять так, чтобы вот этому всему не был нанесен ущерб? И вы удивитесь, наверное, насколько судится список того, на что вы можете повлиять. И даже не странно, вот именно это, то, на что вы можете воздействовать без ущерба себе, и является тем минимумом, который вам нужно обязательно предварять в жизни. А все остальное, все поверх того, что вы берете на себя уже в ущерб, вот это и есть излишняя ответственность. Потому что она несет вам то самое гипернапряжение. Но, спросите вы, как есть так? Что же, получается, нельзя нести ответственность ни за кого бы то ни было, а если нести ответственность только за себя, получается, эгоизм какой-то? Здесь я с вами согласен. Только есть небольшая тонкость. Дело в том, что как ребенок начинает нести ответственность постепенно и сперва учится отвечать за себя, а потом за других, потому что не отвечая за себя, нельзя отвечать за других, так и вам. Если вы опасаетесь излишней ответственности и соответствующего напряжения, нужно сперва для себя определить минимальную нагрузку этой ответственности, минимальную комфортную нагрузку ответственности, минимальный объем комфортной для вас ответственности, и только после этого постепенно этот объем увеличивать. Пожалуй, примеров можно приводить очень многое, я думаю, что вы сами сможете это сделать. Мне хотелось бы вам сказать только вот о чем. Предположим, что вы мой подчиненный, и я верю вам определенное задание. Это задание, которое является узко специально. То есть вы будучи профессионалом своего дела, встречаетесь с таким же профессионалом своего дела и доносите до него некие тонкости в разнице между его местом работы. То есть человек, с которым вы встречаетесь, пришел с другого места работы, и вы поясняете ему нюансы нового места работы. Вы профессионал, он профессионал, вы хорошо разбираетесь, в теме он хорошо разбирается, в теме вы очень легко находите общий язык и выполняете мои задания. Вы приходите ко мне и говорите о том, что все сделали, я говорю хорошо, вот завтра вы поработаете с двумя такими же людьми. На следующий день вы с двумя людьми работаете, приходите ко мне и говорите вы знаете у меня все получилось, я думаю что я могу в день работать с пятью, шести, может быть даже с десятью людьми. Вы осознаете в этом примере количество, объем, той ответственности, которую вы можете нести без ущерба для себя. Десять это оптимальный вариант. Если больше, если больше, вам уже не комфортно. Хорошо. Это положительный пример той ответственности, которая находится в зоне комфорта. Теперь приведем пример, который покажет вам определенный момент связанный с тем, когда ответственность достигается не совсем верно. Я покажу вам ответственность, когда человек действует не совсем правильно, не совсем верно, когда происходит такая ситуация, что ответственность может характеризоваться как стрессовая. В этом случае мне бы хотелось привести такой пример. Вот вы после успешной работы с допустим одним человеком, профессионалом, вы приходите ко мне, докладываете мне о том, что у вас все хорошо, я говорю вам прекрасно, завтра вы будете работать с новичками, и я вам даю пять новичков. Вы должны, в отличие от профессионала, работать с человеком, который никогда не знал практическое деятельство. И для вас это стресс, потому что вы должны учить людей практически с нуля. Понятно, что такая ответственность, она является для вас гипернапряженной, она является для вас достаточно неправильной, она является для вас очень тяжелой. И я не имею права по сути дела вам такую ответственность предлагать. Но если я делаю это, вы с ней справляете. Она стрессовая. И за стресс обычно человеку предлагается отдельная уплата, за стресс человеку предлагается обычно какая-то компенсация, но когда идет стресс ответственность, от человека требуется стрессоустойчивость. определенное качество, если прощение немного шарко, и поэтому так, определенное качество это стрессоустойчивость, которая специально тренируется. Но если вы специально ее не тренировали, то ваша ответственность нормальная и правильная личина стресса. И вот это состояние и то, к которому вам надо стремиться. Состояние, при котором стресс отсутствует. Пожалуй, именно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. дали вы пишете, что мой коллега сказал, что нужно сначала отдохнуть, потом поставить себе новые цели. Дело в том, что новые цели уже давно поздавлены, а отдых продолжается два года, но при этом что-то в аппарате нежелание что-либо делать все равно никуда не уходит. Как быть? Нежелание ничего делать у вас появляется потому, что нет мотива, нет стимула что-либо делать. И это ключевой момент. Отсутствие какого-либо стимула к деятельности. Соответственно, нужно для выявления мотивов придать этому пока еще только потенциальному гипотетическому действию несколько смыслов. Чем больше смыслов вы придадите своим действиям, которые нужны для выполнения целей, тем больше вероятность, что у вас получится начать какую-то деятельность. Дальше. Вы пишите, что новые цели у вас поставлены. Простите, пожалуйста, но цели могут быть весьма и весьма отдаленными. Отдаленными от текущего настоящего положения дел. Если эти цели являются таковыми, то их обязательно нужно развивать на задачи, так, чтобы задачи были более приближенными к вам, чтобы они имели характер более осуществимых, чем цели, которые достаточно отдаленные, и тогда имея более приблизенную задачу, то есть такую переходную цель, вы будете видеть перед собой возможно в большей степени конкретный результат, конкретный объект для применения своей деятельности. потому что когда цель отдаленно, ее достижение представляется делом не сегодняшнего дня, не лятошнего дня, и для некоторых людей это служит мотивом для того, чтобы отложить этот процесс. Дальше, вы пишите, что у вас апатия. Апатия это очень такой знаете сложно проектуемый симптом, потому что апатия, как правило, это отсутствие вот в добавлении ко всему уже сказанному апатия, это отсутствие веры в то, что у вас получится. Это сомнение в себе, это превалирование, заметьте, превалирование, то есть преобладание смыслов потому смыслов того, чтобы ничего не делать, по отношению к смыслам для того, чтобы что-то делать. То есть смыслов и мотивов ничего не делать больше, чем мотивов что-то делать. И вот вам нужно делать так, чтобы мотивов что-то делать стало больше. В принципе, я думаю, на этом можно закончить ответ на ваш вопрос, потому что вроде бы полностью я его раскрыл. Хочется вам сказать, что если у вас поставлены новые цели, но вы не стремитесь их выполнять, нужно разобраться в природе этих целей. То есть кто эти цели поставил? Вы? Хорошо. Когда вы ставили эти цели, вы отдавали себя в том, имеется ли у вас средство для выполнения этих целей, обладаете ли вы соответствующими условиями и хорошо не понимаете требования. Если все эти критерии при постановке целей учтены, то тогда я думаю, у вас именно недостаточно мотивации для их выполнения. Насчет мотивации я уже говорил. Это придание смысла. Смысла в том, что вы делаете. Вполне возможно, если у вас есть элемент простинации и тогда необходима волевая регуляция для того, чтобы усилием воли заставить себя что-то делать. Почему? Потому что за два года вы привыкли к определенной модели поведения. А теперь вам эту модель поведения нужно менять. Изменение привычной модели поведения всегда болезненно и для этого нужен стимул. А стимул нет. Но в один стимул вопрос не упирается. Есть еще и волевая регуляция. То есть вы усилием воли сохраняете фокус своего внимания на том, что нужно делать и желаете или не желаете, но вы это делаете. Поэтому нужно тренироваться. Тренировка достигается за счет концентрации внимания на определенном предмете сперва простом, потом все более и более сложным на какое-то время. Ну например листок бумаги вы кладете его перед собой и концентрируете на нем свое внимание, думаете только о нем в течение скажем 5 минут. Потом все больше и больше скажем до 20 минут. Вы думаете о листке бумаги. Далее предмет вы узвольняете например стакан воды или что-то еще. Как вы тренируетесь волевую регуляцию. Далее в зависимости от целей нужно придумать вспомогательные внешние объекты которые создали бы у вас условный рефлекс по выполнению действий которые вам нужно осуществлять. То есть смотрите какая получается вещь. У вас есть цель. Вы хотите их выполнить? Если да то на пути к выполнению этого желания ставят какие-то блоки. Если нет если желания делать ничего нет если желания достигать этих целей у вас нет это значит что вам на данный момент так как вы живете хорошо и комфортно и из этого состояния из этого своего положения вы не выйдете пока не поймете что оно вам дает пока не поймете что вы получаете в этом своем положении и вот когда вы поймете чем же вам так выгодно чем же вам так полезно ваше настоящее положение вы сможете либо исключить этот элемент либо научиться достигать его через какие-то другие положения и состояния я думаю что причина по которой вы отдыхаете несмотря на цели это комфортность вашего нынешнего положения которую и которую да и нужно убирать на этом в принципе на ваш вопрос я ответ ранее прошу прощения что не полископ а теперь если позволите я дам небольшой комментарий тому что вы делаете тому как вы себя ведете тому какой характер нодит ваши вопросы это необязательный необязательная часть ответа вы можете его пропустить если она вам не интересна во первых вы пишете что продолжаете донимать нас своими вопросами полюбился вам наш сайт это здорово что вы донимаете нас своими вопросами мы в принципе пиздец для того чтобы отвечать на ваши вопросы но смотрите какая получается интересная вещь Александр Полиску судя по всему хорошо ответил на ваш предыдущий вопрос по крайней мере вы к нему лично через общий вопрос обратились при этом ваш вопрос бесплатный то есть это даже не вип вопрос это самый обычный вопрос он очень быстро выйдет вниз под новыми вопросами и оснащенный коллега оснащенный специалист может быть даже не увидит вашего вопроса потому что по леску по моим наблюдениям бывает не так часто на нашем ресурсе если вы хотите с ним сработать и именно с ним то напишите ему в личном сообщении в чат договоритесь о консультации и поработайте с ним приватно я думаю что если вы оцениваете его труд как хороший то эксперт достоин того чтобы вы оплатили его время его труд и проработали с ним все его проблемы не очень то нравится людям экспертам когда клиенты вот так вот в рамках общих вопросов начинают как бы приватно обращаться к какому-то эксперту потому что ну понимаете время и труд ценно и человек имеет право на то чтобы получать возограждение за свой труд поэтому я думаю что оптимальным для вас чтобы ответ был хороший чтобы вы на все свои вопросы получили обратных связь будет нагрязать ему в личку и поработать с ним лично тем более что эксперт действительно достойный дальше следующий важный момент это то что вы пишете уже не первый вопрос чревато это вот чем дело в том что если у вас появляются новые вопросы то во первых они они могут появляться и дальше и да для нашего ресурса это здорово здорово когда появляются новые вопросы когда на них ответы приходят это для ресурса хорошо но для вас для вас это не очень характер потому что во первых вы привыкаете к тому что вы пишете свой какой-то вопрос вам на него отвечают и по сути дают вам решение на него но психологи не дают как бы решение проблемы человеку психолог дает человеку средства а человек сам свою проблему решает и если вы вдруг не дай бог конечно привыкнете к тому чтобы задавать свои вопросы все сюда то получается что вы будете жить не своим умом не своим мнением а нашим мнением мнением других людей это не очень хорошо это не правильство это вам навред далее вы пишите такую вещь что вы анализируете причины нежелания деятельности то есть вы сами пытаетесь проанализировать себя вы знаете человек так устроен что сознание не способно взглянуть на само себя как на объект вы не можете проанализировать свои причины нежелательства что-либо делать потому что у вас анализ носит эмоциональную окраску вы не объективны и у вас есть определенная граница анализа дальше которой вы не зайдете но вы будете биться 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 в эту границу и не имея возможности увидеть истинные причины вы будете находить их там где их нет и тем самым анализируя себя копаясь в себе вы не будете находить ответов вы будете только себе вредить чтобы найти ответ чтобы проанализировать себя нужно еще раз рассказать лично с тем экспертом который вам по душе который вам понравился которого вы считаете достойным вместе с этим экспертом провести ряд консультаций ряд сеансов работы чтобы человек продиагностировал вас вскрыл ряд проблем своими вопросами своими подходами к вам и вот тогда уже он и решил бы для вас как вам избавиться от ваших проблем а вы вот например вы говорите о том что у вас не желание что-то делать но может быть под этим не желанием что-то делать кроется какой-то знаете элемент психотравмы может быть депрессивное состояние может быть что-то еще мы этого не знаем и вы этого точно не знаете но вы пытаетесь себя анализировать и это очень опасно для вас потому что самостоятельный анализ себя разрушает человек который занимается анализом самого себя когда у него есть проблемы разрушает сам себя не нужно этого делать поймите я не пытаюсь рекламировать услуги нашего сайта нет я не пытаюсь склонить вас к тому чтобы вы оплачивали консультацию или работу наших специалистов нет я этого не делаю а я просто хочу вам помочь я вижу что тот способ который вы выбрали для помощи себе он не является эффективным потому что вопросы будут появляться вновь и вновь и вновь и вновь и если вы будете вот так отрывочно их задавать тем более что вы сами написали что в принципе проблема та же но просто по другим ракурсам то это ее не решит ну а в заключении мне бы хотелось сказать вам о том что был у меня знакомый знакомый этот учился на психологах и когда он закончил я спросил у него ну как ты будешь работать он мне ответил что не будет потому что им сказали что практику вести они не смогут тогда тогда я задал на мой взгляд логичный вопрос я спросил а зачем ты учился тогда все таки пять лет он говорит ну я учился для того чтобы решить свои проблемы то есть человек пошел на психолога чтобы решить свои внутренние проблемы и как спросил я ты их решил нет ответил мне человек их появилось еще больше даже с помощью психологических знаний люди не могут решить свои собственные проблемы своим собственным аналитом человек не может ничего добиться для этого нужна работа с психологом именно для этого мы и есть поэтому я конечно оставляю за вами решение этого вопроса но как эксперт я считаю своим долгом дать вам рекомендацию все таки подумать о приватной личной консультации с определенным экспертом по волнующим вас вопросам потому что на самом деле проблем как вековых бывает не так много у людей а вот симптомы это как кстати круги по воде от камня который упал в нее симптомов очень много и люди часто путают симптомы и проблемы как эксперт определить где у вас симптом а где у вас проблема и этого вы сделать к сожалению не можете потому что вы и являетесь субъектом этих самых проблем и этих самых симптомов и вот чтобы не было наложения одного на другого верьте это дело специалистам на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего доброго